Добрый день, с вами Евгений Пивоваров, канал на природе, и сегодня мы поговорим про универсальную, компактную, бюджетную удочку поплавочную, которую можно всегда иметь в машине, так сказать, на подхват. Согласитесь, часто возникает ситуация, когда вы едете, допустим, на машине, смотрите, рыбаки стоят, ловят что-то, вот, подходите, ну что, потва идет, клюет, и клюет, как из пулемета, а у вас нет удочки, ловить не на что. На следующий день приехали в это место, взяли удочку, закинули, а уже нет клева. Вот, чтобы такого не было, я всегда держу с собой в машине вот такую вот небольшую маленькую удочку, складную, бюджетную, компактную, поплавочную, то есть, допустим, даже сейчас нерестовый запрет, на нее ловить можно два крючка, поплавок, одна удочка на одного рыболова. Можно в нерестовых участках спокойно. Летом, конечно, я больше спиннингист, но сейчас, поскольку на спиннинг нельзя, вот поплавок всегда с собой, ну и потом летом я его из машины не выгружаю, бывают ситуации, кому может пригодиться. Конструкция удочки, да, более простая, это дешевый типа спиннинг, 2,7 метра, из Кайда Фиш, на самом деле как спиннинг он абсолютно никакой, вот, но как удочка вполне себе. И такая же дешевая, одна из самых дешевых катушек оттуда вы же, такая же китайская катушка. Все вместе мне это обошлось, вот удилищная катушка и вся остатка меньше тысячи рублей. Ну, это было, правда, год назад, может, чуть больше, но вот, тем не менее, цены бросовые совершенно какие-то, то есть, такую мне еще не жалко. Быстро приводится в рабочее положение, крючки отцепили, один, второй. Здесь специально стоит, так вот сейчас я сделал, это вымотанно, чтобы видно было, специально стоит оснастка вот такая с скользящим поплавком, значит, и двумя крючками, где у нас один крючок между, получается, между двумя грузилами, а второй здесь. Это можно позволить ловить как с толщей воды, так и со дна. Было у меня видео на канале, где я более подробно про эту оснастку рассказывал, вот, ну, а сейчас дальше, как мы приводим удочку в рабочее положение. Вот, пожалуйста, несколько укладок откинули, поехали. Все, и вот у вас удилище, можно спокойно, вот, поплавок, соответственно, счет того, что катушка, она позволяет закинуть, то есть, ну, не может, не сильно далеко, конечно, но, там, отцепили, сколько раз, закинули, на сколько-то там, ну, вполне хватит, не спиннили, конечно, но, там, до 10 метров этой штукой запуливайтесь спокойно. Вот, так же собирается легко, подматываем, раз, 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 сейчас ловить просто бессмысленно, еще, видите, не видно, не видно, за моей спиной еще лед не сошел на водоеме, и только что за моей спиной еще плескала щука, у нее сейчас нерест, потому что она как раз по закрайкам плещется. Я, на самом деле, приехал сейчас по грибы сюда, но заодно решил записать видео, ну, и сразу, кстати, прошу прощения за то, что, может, картинка колеблется, и ветер слышно в кадре, потому что ветер действительно сильный, а камера на дереве закреплена, штатив я с собой не взял, чтобы поставить ее нормально, вот, ну, поэтому колебания картинки будут, конечно. Так, вот, значит, берем, фиксируем, протягиваем немножко, фиксируем второй крючок, все, удилище сложено, то есть, вот, таким образом у нас получается, что компактная удочка, которую можно спокойно взять с собой. Плюс к этой удочке я держу небольшой напор в машине, в бардачке у меня все лежит, ну, это грузила запасные, поплавок, пару штук запасных, крючков, несколько штук запасных, вот, и червятница, чтобы, если что раз пошел, червей где-то набрал и ловит. То есть, на самом деле, вот, если я приезжаю и вижу, что люди что-то ловят, у меня есть время, я могу остановиться, взять эту удочку, взять тут же где-нибудь, там, копнуть лопаткой червей, и все, и, пожалуйста, буду ловить рыбу. Поэтому, если вы рыбак, то я вам рекомендую вот такое вот удилище, недорогое, компактное, всегда иметь в машине, и, соответственно, как говорится, мешать оно вам там не мешает, зато, если что, всегда у вас оно есть. Приехали на дачу и собирались рыбу ловить, вдруг сосед сказал, что карась клюет на пруду, удочка у вас в машине, едете, смотрите, мужики что-то ловят, хочется порыбачить, время есть, удочка у вас в машине, вот, так что, как говорится, рыбалка дело хорошее, а средства для рыбалки лучше всегда иметь при себе. Ну, а с вами был Евгений Пивоваров, всем удачи, до встречи на природе!